Добрый день, дорогие друзья! Снова с вами я, Саша Акесец, в нашем легендарном магазине Таганской. Сегодня мы поговорим про наболевшие уже для многих темы — это чехлы. Но на этот раз у нас будут чехлы для одного из самых, наверное, разумных телефонов от компании Apple в этом году — iPhone XR, он же XR. Этот телефон будет продаваться намного лучше и больше, чем iPhone XS и XS Max вместе взятый, потому что он стал более доступным, очень много цветов. Он стоит своих денег и стоит того, чтобы его немножко поберечь. Итак, поговорим про чехлы. Как известно у нас iPhone XR, он же XR в стеклянном корпусе. Тут у нас алюминий ободок и если сравнивать с X Max или XS, то он более хрупкий, потому что все-таки хирургический сталь, алюминий — две разные вещи. Если упадет вот этот телефон и вот этот, то результат соприкосновения с поверхностью будет разный и очень плачевный для XR. Заранее говорю, что этот обзор мы снимаем за неделю до выхода телефона, и у меня в руке муляж. Муляж я получил еще за неделю до официальной презентации компании Apple, и муляж полностью почти соответствует тому образцу, который будет в продаже. Начну я с самого популярного чехла — это чехол Mimumi. С ним я познакомился в 2017 году и с тех пор его в каждом ролике рекомендую как самый лучший и самый вообще крутой чехол для iPhone. Крутой он, потому что он самый тонкий, да, он приятно на ощупь, он выполнен специальным покрытием Subtouch. И здесь вот у него специальные вырезы для динамиков. Не просто какие-то вот как обычно в чехлах, вот просто дырки, а компактные такие маленькие дырочки. Четко вот люди, производители чехла прям взяли, не поленились и потратили дополнительно время и деньги на такую вот мелочь. Каждая кнопочка, каждый вырез под кнопочку он прям сделан по ГОСТу, он идеально тютелька в тютельку соответствует и совпадают дырки. Также камера, видите, даже окантовка под камеру под выпуклую, она, это у меня МАКС, тоже полностью подходит сопоставимо с самим вырезом под камеру. Это вот идеально, то есть люди не поленились и сделали все по нормам, по ГОСТам, и в итоге получился чехол, который не попадает ни пыль, ничего, он не скользит в руке, в то же время он самый тонкий. Mimumi это китайская компания, которая все время просто посмотрела так великом дизайн у компании Азаки. У Азаки была такая популярная модель, как Азаки Джелли, 033 чехлы назывались. Вот они были самые тонкие на этот момент, выпускались для 5С, 6, и потом вдруг Азаки пропал, а Mimumi появился. Вот, например, такой же чехол, как у Mimumi есть у компании Bazeus, но что мне в таких производителей не нравится, то есть вроде компания популярная, известная, но вот я вам сейчас покажу, вы купили, стоит он дешевле. Во-первых, он не такой, он намного толще, да, он качество намного хуже, и здесь вот вырезы, видите, просто тупо люди решили сэкономить на времени, на качестве, и просто сделали вырезы вот так вот, все. Но в эти вырезы, как правило, у нас попадает куча грязи, попадает песок, песок потом попадает внутрь чехла, айфон там трется, и в итоге у вас, когда через год достали, там полностью задняя часть, она полностью убита в хлам. И вы говорите, как же так, я потратил деньги на чехол для защиты, и в итоге получил бэушный телефон, зачем мне вообще это нужно? Никуда не годится, поэтому как бы, если вдруг вы покупаете тонкий чехол, то покупаете именно Mimumi. Но для тех, кто привык надежно защищать свой телефон, конечно, потребуются другие чехлы, про которые я дальше буду вам рассказывать. На втором месте у меня мой любимый, как и многим любимый, чехол PITACO. Про него все знают, это кевларовый чехол, очень тонкий, очень качественный, и в него еще встроен магнит, магнит для крепления в автодержатель для автомобиля. Вот здесь прямо написано, видите, оригинальная PITACO, совместимая с держателем PITACO, потому что здесь встроен магнит внутри чехла. Он тонкий, вот, он идеально подходит, вот, но в то же время это чехол для ценителей карбона, но не для ценителей тех, кто заботится о защите телефона. Вот смотрите, здесь тупо открыта грань, здесь грань открыта, здесь грань открыта, не как у Mimumi, там каждая кнопочка имеет свой вырез, а здесь просто тупо производителя сделал, вот на заводе станок так идет, он рубит таки вар, и вот он рубит так, что здесь тупо все открыто. То есть человек, который эти чехлы сзади делал, он не заморочился, не заморочился вообще, он просто взял вот, вот так это будет все выглядеть. Выглядит оно красиво, да, и вроде тонкий чехол, вроде как чехол, но он не защищает, да, там, в нем можно вот стучать, бить, чего угодно делать. Да, он заднюю часть будет предохранять, да, и будет предохранять переднюю наклеено стекло, но в то же время, когда вы будете носить в кармане с ключами, либо же будете отдыхать на пляже, еще где-то поедете в командировку, бросите в сумку, либо на лежак, то здесь вот это все, забьется пыль, все поцарапается, все грани будут испорчены. Возможно, еще внутрь вот здесь вот будет подать, видите, песок. Так же, как и здесь, вот она открыта, там, где-то порт латин, потому что есть небольшая щель, через которую будет вот просачиваться на заднюю часть крышки, и в будущем там при трении будут царапины. Но, тем не менее, он занимает почетное второе место из-за того, что он хорошо продается, он хорошо выглядит, здесь встроен магнит, который легко позволяет крепить магнитным держателем. На третьем месте мой любимый УАК. Почему на третьем, а не на первом, многие скажут, как же так, это крутой УАК, он вообще там прошел все тесты, выдержит высоту 2 метра и так далее. Почему на третьем? Потому что он толстый, да, когда вы покупаете чехол, УАК, он все время ассоциируется с такой вот, с каким-то военным таким камуфляжем, с военной бронетехникой. Вот как раз УАК, это мало того, что он сердце по милитаре стандарту, и выдержит, видите, здесь прошел там, он милитар стандарт 810G-516.6, выдерживает, гарантированно выдерживает бросок с расстояния более чем 2 метра, и телефон в нем не разобьется. Мы уже испытывали чехлы на iPhone X, наша Ирочка Стаганская, у меня куча видео в Инстаграме, она бросала прям, мы брали телефон, билось только стекло, которое мы отклеивали и приклеивали на новый, но сам телефон был целый и невредимый. Вот в этом чехле как раз, если вы бросите, да, бросите куда-либо, с ним ничего не случится. Сейчас мы пятаку снимем, кстати, еще, почему я не люблю пятаку, он очень тяжело снимается. Да, здесь можно стучать, бить, что угодно, хоть бросать, ничего не случится. С учетом того, что здесь муляж находится, и муляж, он, как правило, весит намного меньше, чем оригинал, этот уже муляж должен был сейчас треснуть. Но, на самом деле, это сон, там ни одной царапинки, трещинки не будет. Прям строго рекомендую для тех, кто хочет сохранить целости и невредимости свой телефон. Почему? Потому что здесь у нас защищены все кнопки, сверху, да, полная защита, защита кнопок для звука, но единственный минус то, что у нас кнопки, ой, динамики остаются открытыми, и порт Latin тоже остается открытыми. Чехол настолько герметичный, там сзади такая прослойка есть, что тогда пыль не будет залетать во внутрь. В отличие от пятаки и другого, там, какой-то пластиковый или силиконового чехла, можно не переживать, что там через год весь корпус будет поцарапан. Здесь такого не будет, потому что там он сидит настолько проще, настолько сам телефон герметичен с чехлом, что никакая пыль туда не попадет, это можно не переживать. Ну, и рекомендовано еще поклеить стекло. Про стекла мы поговорим в следующем ролике. Серия Pathfinder менее защищенная, менее брутальная, но в то же время также способна выдержать удар с расстояния более чем 2 метра. Вот помните, я говорил про герметичность, вот видите, здесь как раз такая специальная прокладочка, которая наклеена на пластик. Вот при сопровождении стекла и этой прокладочке остается такой вот, можно сказать, вакуум. Пыль в стопаде просто не в состоянии проникнуть дальше, чем вот этот вот вырез для разъема лайтинга. Это очень круто. Плюс здесь вот эти вот вставочки не дают самому телефону скользить внутри. В отличие от других чехлов, когда вот там не возникает трения, тем самым даже маленькая пыль пойдет, трения не будет, она просто там так и останется. Через год вытащили, протерли чехол, задняя поверхность будет идеальная, чистая, без каких-либо нареканий. ОАК покупают бешеным тиражем только из-за того, что люди готовы беречь те деньги, которые вложили в телефон. И как правило, когда родитель дает телефон ребенку в этом чехле, а ребенок кидает в телевизор, телефон и чехол остаются жив, а телевизор полностью разбивается в хлам. Телефону ничего не будет, чехлу ничего не будет, вообще ничего не будет, он просто будет целым невредим. То есть эти чехлы часто покупают родители для того, чтобы дарить телефон детям, либо просто давать, посмотреть. Мультики и так далее, многие покупают ОАК для айпада, макбука, когда часто вот айпад детям дают, его можно бросить, им тоже ничего не будет. Макбук для путешествий чехол берут. В общем, ОАК у меня на третьем месте, но для кого-то он всегда будет первым и единственным чехлом, потому что чехол чисто для защиты. Вот остальные чехлы, про которые будем говорить, они уже идут после третьего места, их просто покупают, потому что. И сейчас мы расскажем почему. Чехол Nomond, очень крутой чехол, столкнулись мы, обратно вернусь к этому бренду, когда вышел XS Max. Вот здесь нам понравилось качество кожи. Здесь вот даже производители на коробочке нарисовал, значит, кожа первого дня и кожа использования после 100 дней использования. Вот он, потому что такая потертая, кажуальная. То есть эти чехлы покупают люди, кажуальщики, которые привыкли на такую потертую овуфь носить, какие-нибудь там английские бренды. Любители потертости. Любители потертости и качественной кожи. Он, кстати, очень круто пахнет. Здесь использована самая дорогая кожа, которая есть на рынке на сегодняшний день. Вот, гибрид пампера и кожи. Здесь у нас такой твердый силикон, на который натянули очень качественную кожу, которая со временем стирается и придает кожуальный такой стиль вашему телефону. Но при этом динамики, они поленились как-то скрыть. Но здесь на самом деле я их понимаю, потому что на такой твердый силикон очень трудно разметить эти маленькие дырочки. Тем не менее, тоже даропрочный чехол. Уверен, что выдержит бросок, выдержит примет на себя удар. С расстояния двух метров с телефоном ничего не случится. Главное, не забывайте клеить стекло. Тоже рекомендую. Нилкин. Почему-то очень любит этого производителя, не знаю почему. Особенно беспроводные зарядки. И многие пишут нам в инстаграм, типа, говорят, вот, а расскажите немножко про Нилкин. И на какой-то умный блогер почему-то порекомендовал этот чехол. Не чехол, а производителя. Тем самым он стал таким популярным. Крутым. Вот этот чехол мне напоминает чисто копию оригинального чехла от компании Apple. Силиконовый, помните, у него такой силикон есть. Здесь вот даже вот они сделали вот эту вот тряпочку бархатистую. Здесь написали там Нилкинс. Там это запатентованный дизайн и так далее. Какой здесь запатентовал, когда это чисто родной чехол, нанесенный под брендом Нилкин. Вот смотрите, одел. Такой же приятный силикон. Здесь у нас, как всегда, вырез. Если выкладить телефон в карман, заключаем, все это трется, все это царапается, все очень плохо будет. Но затолдочные кнопки. Одна и вторая. Здесь у нас вот эти вот края выступают. Да, если у вас, не дай бог, телефон падает, края амортизируют удар. И когда при падении, вот эти края защищают от удара сам экран. То есть он падает на грани, при этом экран не касается поверхности, тем самым остается в целом невредим. Но, тем не менее, надо клеить стекло только из-за того, что если он упадет вот на эту часть, да, вот особенно такие боковые удары страшные. Я когда зимой поскользнулся, у меня как раз удар, я вот падал телефоном вот так вот на бок, и у меня как раз трещина пошла отсюда. Здесь вот он только спасет, только стекло. Тем не менее, для тех, кто соскучился по родным эпплским чехлам, потому что эппл для XR не выпустил вообще ничего, кроме силиконового чехла за 40 долларов, рекомендую. Ну, можно купить такой же китайский, но там, конечно, немножко похуже будет. У китайских чехлов все плохо, вот эти вот части со временем полностью трескаются, особенно вот эти вот края. То есть, многие люди, которые покупали китайские оригинальные чехлы на горбушке и так далее, потом приходили, жаловались, вот у меня здесь вот купил за 600 рублей, за 1000, здесь вот у меня через неделю полностью потреснуло все. Любимый многим бренд Moshi. Вот этот, кстати, чехол покупают на Макс очень хорошо. Чехол Altra, Moshi Altra. Сейчас я его распакую, покажу. Полюбили из-за того, что его можно на ниточке носить, как старые добрые имена. Смотри, вот это напоминает чехлы от Bang & Olufsen, помнишь, какие были? Карабинчик вставляют сюда. О, и раз получается вот такая вот. Особенно для тех, кто боится, когда телефон, что выпадет из рук. В метро я обычно еду, сейчас вот попсокеты вот такие вот, чтобы удобно было отбежать. Макс, там были большие вот эти лопата фона, а сейчас такая вот штучка, петелечка для того, чтобы не бояться, если вдруг телефон у вас выскалит из рук. На чехол дается пожизненная гарантия от производителя. А может, чем мне нравится, у них там международный такой сайт, там, если у вас чехол повредился, можно написать производителя, они пришлют новый. Вот здесь прямо бирка такая, пожизненная гарантия. Кроме того, здесь вот написано, что тоже выдержан Military Grade Drop Test, Military Standard 810G. Как бы спокойно выдерживает расстояние бросок с двух метров. Это очень круто. И в том числе вот этот чехол очень стильный, очень красиво смотрится. Поэтому покупают. То есть здесь много преимуществ. Вот это преимущество дизайн и то, что выдерживает падение со расстоянием более чем 2 метра. Кнопки защищены, причем кнопки очень красиво, они так обыграли, приятно. Здесь, здесь. Минус, конечно, то, что вот вырезы. Но здесь они тоже хорошо утоплены и прям четко отточены грани, не царапают, как в других чехлах. Еще один Moshy. Такой Moshy-барходка, многие его называют. В принципе, такой же чехол, но обтянут бархотка. Единственное, у меня вот клиент, пожалуйста, говорит, купил чехол, этот бархотка стал полностью такой варсинистый спустя неделю использования. Не рекомендую этот чехол, потому что как бы жалоб от клиента получил. Он вроде красивый, но тем не менее он носил его постоянно в кармане джинсов. Постоянно все это там терлось от поверхности. Вот эта вся была уже через неделю полностью часть варсинистая. Дальше поехали многими любимыми Ted Baker. Я уже про него рассказывал. Когда мы снимали обзор чехлов для XXMAX, прям многие девочки писали, говорят, слушай, это вообще охрененный чехол, он очень красивый. Почему вы их так быстро продали? Мы быстро продали только из-за того, что я являюсь официальным авторизированным партнером на территории Российской Федерации компанией Ted Baker. Вот это настоящие чехлы. У нас на сайте есть сертификат, который подтверждает, что мой авторизированный партнер. И у нас они быстро всегда окончаются. Поставщик их очень редко возит. Поэтому они такими лимитированными и ограниченными тиражами поступают на территорию нашей страны. Красивая такая надпись. Лучшая защита вашего смартфона. Здесь такая красивая вставочка. Ted Baker London. Ну, красивый, прям стильный чехол. Примет удар. Уверен, что выдержит и бросок с трех метров, потому что здесь четкий толстый силикон. Очень большие отступы. Опять же, большие отступы от края экрана. Можно и выдержать такое падение. И в отличие от оригинального чехла, выдержит падение на вот эту часть. Как раз одну из самых уязвимых. Особенно, когда вы идете по скользкому льду, держите телефон, и вы этим телефоном летите вниз. Он это все выдержит. Наклеит еще маленькое стекло. Будете ходить и не переживать для девочек. Это актуально, потому что у них чаще всего эти телефоны вдруг как раз падают из-за длинных ногтей и очень тонких пальцев. Конечно, мы не забудем нашу любимую компанию BMW. Вот. Вот эту модель, кстати, расскажу про нее для фанатов BMW. Многие просили у меня в ролике, говорят, слушай, BMW такая классная машина, производит такие крутые чехлы. На самом деле, это не оригинальный чехол, но тем не менее, компания CDG Mobile уже давно производит чехлы для разных автомобильных брендов по лицензии. Этот чехол не является родным, он является лицензионным. И компания CDG Mobile делает чехлы строго для компании BMW и Mercedes под их лицензией. И отгружает, собственно, этой же компанией BMW для их розничных продаж. Чехол красивый, стильный. Это не карбон, это обычная у нас наклейка, которая со временем у вас полностью дерется. Здесь у нас логотип M, Motorsport, собственно, вырезы, кнопочки спрятаны. Единственное, сейчас посмотрим, насколько края от экрана у нас отступают, чтобы видиться, примерно сказать, рекомендовать его для тех, кто часто, у кого часто телефон падает из рекой или нет. Кстати, с Тедбекер очень тяжело вытащить телефон, что является дополнительной гарантией к тому, что телефон выдержит любое падение. Одеваем. Ну, есть небольшой зазорчик, тоже примет на себя удар, но не так хорошо, как Тедбекер. Силиконовый чехол, вак, тем более. Скорее всего, когда он с двух метров падет, если у вас циклон не наклеен, он просто разобьется, потому что грань вот такие, микроскопички, не способны защитить удар с большого расстояния. Тем не менее, чехол приятный, стильный, хороший на ощупь, бампер, ну, есть небольшая, маленькая дырочка для того, чтобы туда песок залетел. У нас, к сожалению, здесь нет специальной прокладки. Обычный производитель, умный производитель наносит здесь такие вот ребра, либо какую-нибудь там подкладочку, либо силиконовые такие вставочки красивые, которые предотвращают трение телефона от поверхности чехла. Вот сюда, если попадет пыль, то, конечно, со временем у вас вот это стекло будет полностью все в царапинах, что не очень хорошо. Мы, в принципе, рассмотрели такие варианты, которые скрывают дизайн телефона, но серия R отличается от основной серии тем, что прежде всего цветами, цветовой гаммой. От кораллового, заканчивая там желтым, или, например, покупает кто-то, покупает себе голубой. Самые популярные чехлы будут, это, конечно же, праздрачные. Не зря компания Apple там хочет выпустить силиконовый чехол за 40 долларов, у которого себестоимость в доллар. Ну и производители, такие как Ted Baker, Bazeus, Unic, заранее позаботились о силиконе и выпустили свои решения для этого крутого телефона. Мне он очень нравится, считаю, что XR это телефон 2018 года, лучше, чем XS Max, лучше, чем XS. Почему лучше? Потому что экран немного меньше, чем у XS Max, однозначно лучше XS, однозначно лучше XS, но качество изображения, конечно, чуть хуже. Но это, заметите, только профессионал. О нем мы поговорим в отдельном ролике. Этот чехол у нас оказался непрозрачным, просто из коробки показалось, что это прозрачный чехол. Тем не менее, такой шампан, шампанский цвет, с черной, такой поверхностью, глянцевой. Соединительность у нас будет, конечно, прозрачные чехлы. Сейчас вот оденем в Bazeus и посмотрим, как он будет смотреть с ним. Вот, кстати, поболоть Bazeus силиконовый. Здесь вот производитель, что мне нравится, на силиконе наносит вот такие вот ребра. Тоненькие-тоненькие, лазером такие маленькие точки. Предотвращают трение, как я уже говорил ранее. Если вдруг песок пойдет, ничего страшного, ничего с телефона не будет. Очень круто. И я всегда, когда будете покупать силикон, берите, чтобы вот здесь вот, как наждачка была. Такие вот маленькие точечки. Тогда точно гарантия будет того, что у вас со временем корпус не будет покрыт кучей таких разных царапин. Красиво, стильно. Девочкам понравится. Особенно здесь вот они круто обыграли ребра серебром. Причем модельный ряд выглядели там под разные цвета, коралловый, розовый. Вот так они нанесли и очень красиво смотрится. Силикон примет на себя удар. Собственно, ничего необычного. Но зато все будут знать, когда вот метро поедет, что у вас 10R, а не какой-то другой флагман. Какого-нибудь другого производителя. Покупать еще вот такие чехлы. Это точно на закуску для тех, кто досмотрел ролик до конца. Чехлы книжки. Я их не люблю. Но многие меня ругают за то, что я их не люблю, потому что все-таки чехол, про этот чехол надо рассказать. Он заслуживает внимания для любителей старых телефонов. Когда там у нас были вот эти Samsung-ки, раскладушки. Оттуда эта мода пошла. Вот эти вот штучки. Такие бумажники. Вот эта часть, она постоянно клюпает, дрыгается. Но многие мне так говорят, слушай, это единственный чехол, который защищает телефон. Я всем говорю, что единственная часть, которая защищает телефон, это стекло. Не наклеили, никакой защиты не будет. Даже здесь. Вы упали, вот эта часть открылась, вот такой вот удар, либо он там выпал. Вот так вот можно стукнуть об угол. Телефон разобьется. Многие прямо разговаривают за счет этого выреза вот так вот. Оприняли связь и идут с выключенным дисплеем по улице разговаривают. Не знаю, чем вот так люди любят. Может быть это стильный, может что-то я в моде со временем не понимаю. Кто-то сюда вот карточку тройка убирает или кредитную там. Чтобы можно было либо расплачиваться, хотя вот есть Apple Pay. Ну тройка, чтобы метро вот так вот пошел, приложил. Либо еще там фотографию ребенка хранят. Не мой чехол, не люблю. И вам не рекомендую. Клейте стекла. Видите, даже грани поленились, чтобы защитить. Клейте стекла, одевайте в компактный чехол. Вот как у меня Mi Mumi. И будет вам радость. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok